Здравствуйте! Меня зовут Владимир Богданов. Наш постоянный ведущий Космин Бабулин передает всем привет. Скоро появится с нами. Но пока сегодня я проведу нашу образовательную, нет не образовательную, информационную передачу. Расскажем о событиях в мире искусства, которые произошли на этой неделе. Расскажем, что у нас будет на аукционе номер 71, какие лоты, все представим. Ну, для начала, что у нас произошло на этой неделе? Какие были два главных события, которые были наиболее обсуждаемы? Событие номер один — это какой-то феноменальный бум на рынке криптовалют. Все растет, все бьет какие-то рекорды. Курс валюты Ethereum вырос с начала года на 325 процентов. Нашему рынку так и не снилось рынку искусства, так что будем смотреть, завидовать по-доброму, радоваться за людей. Радоваться мы будем еще за Виталия Кобутерина. Это бывший наш человек, который родился в Коломне в семье программиста, потом переехал в 6 лет в Канаду с отцом, с семьей. И на этой неделе стало известно, что благодаря феноменальному курсу, росту курса валюты Ethereum, который он и изобрел, криптовалюту Ethereum, в 27 лет он стал самым молодым миллиардером в мире. Так что порадуемся, искренне порадуемся, потому что светлые головы, таких мало. Порадуемся тех людей, которые в эту тему поверили и не стали брюзжать, что это тип какой-то МММ и так далее, а вникли, начали развиваться, вложили деньги и хорошо на этом заработали. А вторая новость, опять связан с криптовалютой, это то, что аукцион Сотбис, аукцион один из двух ведущих аукционов мира, самых главных, объявил о том, что 12 мая, как раз сегодня, в тот день, когда опубликован этот ролик, он будет продавать картину Бэнкси, культовую картину Бэнкси, очень важную, за криптовалюту. И это подается так, что, значит, это речь про криптовалюты, про рынок, про вот этот бум и так далее. Но на самом деле, если разобраться повнимательнее, то эта история совершенно про Сотбис, конечно, совершенно не виртуальная никакая, никакая там ни крипта, ничего, ничего такого близко нет. Аукцион традиционный, мощный, с большими традициями многовековой истории и продает он традиционную вещь. Это холст масла, это авторские, авторская версия граффити, которая была нарисована где-то в Иерусалиме, большого размера, 90 на 90, стоит 3-5 миллионов долларов, estimate ее. Ну, я думаю, что по верхней границе даже выше она продастся. Изображен там человек-протестант, протестующий, бросает вместо коктейля Молотова, бросает букет цветов, такой как бы символ мира, символ разрядки. Важная работа, которую знают просто вообще все. Но мы все равно покажем вам на кадр, на видео, как это выглядит. Так что сделал Сотбис? Он сказал, что мы продаем эту работу, но ставки, но котироваться и цена IT будет, и купить ее можно не только за доллары и другие традиционные валюты, но и за криптовалюты. В частности за эфир или за биткоин. И даже они сделают такой логотип, там, Cryptocurrency Accepted, принимается криптовалюта. Специально такая маркировка, специально такая вещь, нужно показать, такой очень и очень непривычно. Но тут есть два нюанса. Ну, во-первых, это будет только цена молотка в эфирах или в биткоинах, они могут принимать. То есть, а саму комиссию, аукцион дом, они предпочитают получить в традиционных долларах совершенно нормальных. Во-вторых, по вашему счету, совершенно неважно, в чем человек будет расплачиваться, покупатель будет расплачиваться. Потому что будь то биткоин, будь то эфир, будь то, не знает, две фуры айфонов, или три, или четыре, или пять. Это не имеет никакого отношения, по большому счету, к ничему виртуальному. Вот их конкуренты, Кристис, до этого, где-то за месяц до этого продали картину художника Beeple за 69 миллионов долларов. Но они продали NFT-токен. Тут никакого NFT-токена нет, никакого криптотокена нет. Вот ничего. То есть, это обычная продажа. Просто появляется красивый шильдик Cryptocurrency Accepted и появляется огромный информационный повод. Потому что все информационные агентства, как только слышат крипту, как только слышат слово Сотбис, вот это сочетание крипто и Сотбис, сразу все становится очень интересно, сразу становится новость, разлетается вообще по всему интернету, по всему эфиру. И всем это интересно, и все об этом напишут. Такая история, на самом деле, была несколько лет назад, еще года три назад. Тогда был бум, когда стартапы, новые компании, которые входили на биржу, либо объявляли о поиске инвесторов, они любили вводить в свое название слово блокчейн. Потому что, как только вводишь слово блокчейн, но эта технология распределенная база данных, очень не будем векать нюансы, сами знаете, что это такое. Если твой слово блокчейн, то любой инвестор, разбирается, не разбирается, он начинает более внимательно смотреть твою компанию. Начинает лучше покупать, начинает лучше, а может быть даже не глядя покупать, потому что блокчейн это модно, перспективно и так далее. Вот. Поэтому, быть мы поумнее, назвались бы, наверное, ArtSale Blockchain Info, как-нибудь так. Но тем не менее, то есть Сотбис тоже попадает в повестку теперь перспективных прогрессивных аукционов, которые занимаются, крипты, которые занимаются чем-то таким виртуальным и так далее. Вот. Они конкурируют своими ближайшими соперниками с Кристис на эту тему. Вот. И, в общем-то, всем все хорошо. И, кстати говоря, эта тема, она действительно поражает умы, как входит в умы, не поражает, а входит в умы. И вот за последнюю, за последние две недели у нас было несколько запросов, прямо приходят люди, говорят, а давайте сделаем NFT-токен и продадим. NFT-токен это, ну, грубо говоря, такой цифровой сертификат, это очень грубо, очень вульгарно говоря, цифровой сертификат на работу. То есть работа приобретает свой сертификат и продается непосредственно, там, не холст-масло, а вот это электронная запись. Вот. Типа модно, перспективно, прогрессивно все это делают. Потому что не все хотят успеть в уходящий поезд. Но все эти разговоры заканчиваются на том, что, а какого художника будем продавать? NFT-токен для кого? Там, для Яковлева, для Купера, для Вич Томова. Они так прекрасно продадутся. Никакой NFT-токен не нужен. Это качественные, хорошие вещи, понятные, которые можно пощупать, посмотреть, наслаждаться. Ну, в общем, на этом. А если художник неизвестный, да, то будь там NFT-токен, будь там, не знаю, все что угодно. Хоть ты за криптовалюту продаешь, хоть ты, не знаю, за что угодно. Это не сработает. Так устроен этот мир. Еще раз, значит, криптоинвесторов поздравляем. Не бружим, завидуем. Виталию Кубатерину, ну, вообще, на зависть. Мир двигается вперед. Все становится интереснее, все становится быстро. И желаем вам всем не пропустить новую революцию, которая происходит вот в наших глазах. И начинаем обзор топ-лотов аукциона 71. Рубрика шедевры. Ну, понятно, что шедевр. Владимир Яковлев, белый цветок, 60-е годы. Это не самый дорогой художник. Вообще в обойме 60-ников. Есть гораздо дороже. Есть краснопевцев, есть Вейсберг. Живопись Вейсберг, как краснопевцев, стоит при прочих условиях дороже, чем живопись Яковлева. Но это художник главный, с которым ассоциируется вообще, то есть, все послевоенное и официальное искусство в России. Это вот первое имя, которое произнесут. Спросишь, с чем ассоциируется, не знаю, американское послевоенное искусство. Ну, назовут либо Орхола, либо Раушенберга. Ну, кого-то назовут такого. У нас назовут либо Зверева, либо Яковлева. Вот это два имени. Это, конечно, феномен. То есть, есть дороже, но это два феноменальных художника. Яковлев, наверное, художник номер один, потому что... И в том числе потому, что даже когда выбирали картину на обложку каталога другого искусства в Третьяковке, знаменитом каталоге, двухтомники, на одном из томов Яковлев украсил обложку, имя цветок Яковлева украсил обложку этого каталога. Художник феномен. Абсолютный феномен. Его даже его друг Валентин Воробьев называл инопланетянин в человеческом образе. Но потому что все было против него. Это просто было все как-то вопреки. Это вообще какой-то... Вся судьба Яковлева это какое-то торжество там или чудо высшего предназначения. То есть могло быть... Должно быть так, а вышло так. О чем я говорю? Нездоровый ребенок. С детства болели глаза. Проблемы с психикой были. Все... Все так... Все это как-то очень... И вовремя тяжело все развивалось. Кое-как пристроили фоторетушером в издательство искусства. Парню было там 20 лет. А вот фоторетушером. То есть никакого, по большому счету, просвета большого не намечалось. И то, что происходит. В России вот теперь. В Советском Союзе вот теперь. На выставке время фестиваля 57 года Яковлев ходил с Ситником, с Василием Ситником, тем самым фонарщиком. Ходили. Ситников ему рассказывал, показывал. Они обменивались какими-то своими впечатлениями. И после этого у Яковлева был такой эмоциональный взрыв, эмоциональный прорыв. Я хочу быть художником. Вот он почувствовал, что я хочу быть художником. И я и есть художник. Первые навыки живописи. Он самоучка. Первые навыки какие-то живописи дали ему друзья. Тоже Ситников что-то показал. Потом показывали им и Немухин, и Гробман. И как-то с миру по нитке. Но в принципе, учить его сильно не нужно было. Потому что все искусство Яковлева, которое мы знаем, да, это искусство, которое в нем уже было. Это вещи, которые были заложены изнутри. Изнутри. А что произошло дальше? Вот после этого 57 года, прошло года два, наверное, да, и по Москве пошли слуги, что в Москве появился художник очень необычный, странный, но при этом очень мощный, одновременно очень трогательный. Казалось бы, такие противоречивые вещи, мощность, сила и трогательность. Но нет, Яковлев это сочеталось. А Яковлев, то есть люди делали же квартирные выставки с его работами. То есть им было какое-то количество энтузиастов. А это вообще было очень интересно. Люди-то не было, не было багеток, не было там условий для всего этого оформления. Люди нарезали стекло, вырезали какое-то самодельное паспарту, заклеивали, обклеивали изолентой вокруг, да, вот эти картинки, рисунки Яковлева. Вешали, делали квартирные выставки. И вот постепенно, постепенно, быстро-быстро эти картины начали входить в дома советской интеллигенции. к врачам, к физикам, к лирикам, к поэтам. Помогали друзья. Михаил Гробман очень здорово способствовал популяризации Яковлева. Он там ввел простительскую работу, ввел его архив, каталог его работ. И вообще, это слова принадлежат Гробману, кстати говоря, что картины Яковлева, это не украшение стены. Это твой собеседник и это член семьи. И так оно и было. То есть, когда люди вешали картину Яковлеву, они не могли с ней расстаться потом через какое-то время. А он так делал. То есть, он давал свои работы, мы уже рассказывали, наверное, он давал свои работы на какое-то время повисеть в домах. И если там человек решал, что он хочет ее оставить, тогда он может за нее заплатить и купить ее. И его с картином Яковлева не расставались. Если вот они попадали в дом, то вот они там так и оставались. А Яковлев в это время был сначала в сайте коммунальном бараке на Тихвинской улице. Это по легенде, не знаю, правда или нет, но говорят, что там по утрам какими-то его гуашами. То есть, люди печку растапливали, жильцы этой коммунальной квартиры. Потом они уже переехали на Алининский проспект, неподалеку. Более-менее стало. Вот он сидел, рисовал свои комнатки, коморки. Почему гуаши именно? Почему в гуашах он достиг такого совершенства и почему он не так ценится? А маслом не давали рисовать. То есть, масло это запах, это мешает соседям, это нет условий. Поэтому вот картины маслом Яковлева, они небольшая редкость, потому что он их рисовал уже где-то у друзей, в чужих мастерских, у знакомых, там где ему давали, там уже кисти, краски масляные. Там это появлялось. А так магистральный Яковлев это гуаши. Это вот именно гуаши. Ну, вот то, что перед нами, это вообще феноменальная вещь. Мы много работ Яковлева продали. Но все, кто в последнее время приходил, смотрел на стену с этой работы, с этой гуаши с белым цветком, все говорили, ну вот это что-то, вот это вот. Вот это да. Вот это, вот это как бы, видели мы много, но вот это, конечно, феномен. То есть, это хорошая работа. Она, обратите внимание, не подписана. То есть, на ней нету подпись Яковлев, как обычно бывает. И это, на самом деле, очень аутентично. То есть, очень соответствует времени, эпохе и так далее. Яковлев не любил подписывать работы. Терпеть этого не мог. Поначалу, особенно в 60-е годы, это там был просто, когда его просили, вот люди пришли покупать, говорят, мы берем работу, подпиши. Он бросал кисточки по рассказам, говорит, что нет, я, говорит, не помню, как пишется моя фамилия через Яковлев или Яковлев, через А или через О. Убегал там в другую комнату. Ничего не хотел там слушать. И люди уговаривались, чтобы все-таки, наконец-то, он эту работу подписал. Вот. То есть, та, что вот... А его друг сделал одно время, первое время, по крайней мере, сделал даже шаблон такой. То есть, написал ему образец, его подпись, какая она должна быть. И Яковлев по буквам переписывал. Там, Яков Лев. Ну, вот, да. Такая была особенность. Конкретно эта работа происходит из собрания Костаки. Это зафиксировано в экспертизе Валерия Силаева. Это обязательное сопровождение для продажи работ Яковлева. Без этого покупать нет. И здесь особо отмечено, что гуашь Яковлева «Белый цветок» является памятником Московского универсального искусства 50-60-х годов. Имеет музейное значение. То есть, все, что надо. Образцовый Яковлев. Супер. Абсолютный шедевр. Кто купит в коллекции, это будет просто стержневая вещь в собрании. Все будут приходить и говорить, вот это да. Покупайте. Меланхолический реализм художника Юрия Купера. Вообще, его творчество, произведение — это, можно сказать, гимн благоросту старых вещей. Есть у него такая идея, что от многолетних человеческих прикосновений любая вещь становится благородной. Обретает определенную красоту, обретает определенную ауру. Но так было не всегда. На самом деле, когда Купер в 1972 году уезжал из Советского Союза, в Советском Союзе была мода на сюрреализм, такой постсюрреализм. Люди фантазировали в этом направлении. И Купер тоже. И вот, когда он уже приехал на Запад, у него произошла судьбоносная встреча. Мотограф Джон Стюарт, его друг, как-то смотрел его работы и сказал, Юрий, ты занимаешься какой-то ерундой. Ты же тонкий, очень тонкий, очень масштабный художник. Зачем ты выдумываешь? Пиши мир, который вокруг тебя. Пиши вещи, которые вокруг тебя. Пиши то, что тебя окружает. И Купера словно молнией поразило в этот момент. Он начал писать свою мастерскую, начал писать кисти, начал писать предметы интерьера, начал работать с обычным материалом, с обычными вещами. И вот так появился тот самый Купер. Меланхолический, реалистический, тот, которого мы знаем. Шикарная вещь. Диван-канапе. Удивительно. Очень эффектно смотрится. Очень имеет такую, жалко, вы не можете пощупать. Очень имеет такую текстурную поверхность. Вообще, Купер, он такой художник и поэт. Он и стихи пишет. Художник очень ренессансный. То есть, он погружен в классику, погружен в атмосферу старых мастеров. Его общелебимые художники это Франжелико, Леонардо, Тициан. То есть, он не мыслит там категориями консультуализма. Вот именно вот той струей, когда он магистрально провинцию выбрал, он больше от него не отклонялся. Вот и сегодня, по большому счету, оставшись на этом пути, Купер, пожалуй, единственный, один из редких, единственный современный художник, который оперирует классическими средствами, классическими инструментариями, классической красотой и остается современным при этом, востребованным, новаторским. Потому что оптика-то, да, оптика-то старая у Купера, а материалы новые. И пенокартон, и всякие лаки. И вообще, он не только художник, он словно алхимик. Я видел работы, которые сделаны соляным раствором. То есть, он протравливал металл, делал специальный соляной раствор, который протравливал металл, создавал красивый такой эффект, а потом нужно было как-то уфиксировать. То есть, это целые химические эксперименты, химический опыт. Это космос вообще. Масштабный, важный художник. Хорошая работа, красивая. Юрий Купер. Коллекцию. Замечательная вещь. Иван Канапе. Благородство старых вещей. Всем удачи. А перед нами Александр Ситников. Московский художник-семидесятник. Представитель наивно-иронического лиризма, как он сам называет направление. Метровый холст. Очень красивая, эффектная вещь. Вообще, у Ситникова всегда сделано все феноменально качественно, феноменально все это выписано. Очень трудоемко, очень с выдумкой такой, очень многослойно, с элементами коллажа, с элементами ассамбляжа. Вот тут не знаю, разглядите вы или нет. Вот эта луна, наверное, зеленая луна, она выпуклая. Это такой полушарик, такой выпирающий из плоскости холста. Вообще, Ситников очень любит как раз такие конструкции, когда замешаны мифологические сюжеты, когда замешана идея античности, пересекаются с нашей жизнью, пересекаются с погружением подсознания. Очень сложно всегда очень так витиеват и работу смотреть очень интересно за счет этого. Эта работа называется, картина называется «Петух пропел». Ну, казалось бы, все видно. Петух, девушка с глубоким декольте, так сказать, да, и петух и что-то поет. Ну, казалось бы, какой-то пасторальный сюжет, какая-то деревенская сцена. Но нет, я думаю, что сюжет гораздо глубже. Я думаю, что это аллюзия на тему «Леда и лебедь», знаменитый такой сюжет, когда Зевс или Юпитер в области лебедя, в области птицы пришел к жене спартанского царяка, той самой леди. Ее повторяли этот сюжет, повторяли художники возрождения и современные художники, и удали есть атомная леда с его женой. Я думаю, что тут тоже такой петух не совсем петух, а крестьянка не совсем крестьянка. Сложный, интересный, очень декоративный, очень красивый Александр Ситников. Почему я держу эту книжку? Ситников один из немногих русских художников, который участвовал в первом и единственном аукционе «Сотбис», который проходил в Москве в Центр международной торговли в 1988 году, и все думали, что вот наконец-то прорыв, вот сейчас «Сотбис» пришел к нам и пойдет, пойдет, пойдет. Нет, 1988 год – это тысячу лет назад, и с тех пор ничего не было, так и не произошло. Это первый единственный был аукцион, который прошел в нашей стране, такой мирового уровня. Александр Ситников был представлен там несколькими работами. Это работа 1991 года, аукцион был в восьмом году. Соответственно, вот эти его работы – это 1986-1987 год, то есть очень близко, очень близко по времени, а это важно, для коллекционеров имеет большое значение. И вот после этого аукциона прошло несколько лет, ну как несколько лет, 10 прошло, и работы Александра Ситникова на международных аукционах стоили уже по 50-60 тысяч долларов такие цены доходили. В нашем случае, конечно, все скромнее, но вещь исключительно, я прямо увидел, порадовался. А мы Ситникова продали много работ, достаточно много, потому что, ну, всегда имеет спрос, имеет востребованность, но это вообще супер. А что, кто купит, приобретет, поздравляю, удачная вещь для собрания. А вот это кто? Узнаете? Ну, не страшно, если не узнаете, это не сразу. Очень нетипичная работа. Это Игорь Вулах. Да-да, тот самый Игорь Вулах, художественный десятник, которого мы знаем по абстракциям, который мы знаем по абстрактным пейзажам. Здесь работа почти фигуративная, да не почти, а фигуративная, она и называется реставрация. То есть тут видны какие-то плиты, какие-то надписи, какие-то камни, стены. То есть это явно вещь такая пейзажная, фигуративная, но превратившаяся, как стиль Вулаха, превратившаяся в полуабстракцию. Здесь пятый год. Игорь Вулах, вообще он вгиковец. Он во ВГИКе учился вместе с Василием Шукшиным, дружил с Шукшиным. Даже Шукшин ему обещал, прочил его на одну из главных ролей в своем этом фильме «Я пришел дать вам волю». Это произведение Шукшина по жизни, по судьбе Степана Разина. Фильм этот был не реализован, его закрыли еще до смерти Шукшина в один и тот же год. Фильм закрыли и Шукшин умер. Но это было все гораздо уже позднее. С Вулахом они учились в 60-х во ВГИКе. Вулаха из ВГИКа выгнали за профнепригодность нашего замечательного художника, выдающегося абстракциониста, одного из главных людей в своем инфициальном искусстве удалили, выгнали из института за профнепригодность. Нормально. Причиной было то, что они устроили выставку несогласованную в 61-м году. В 61-м году они устроили выставку в Тарусе. Воробьев, Вулах, еще несколько человек. Приехали иностранцы, а выставка была несогласована. Соответственно, раз иностранцы приехали, пей-беги, то есть непонятно, что делать. Закрыли, директора уволили, ребят отчислили за профнепригодность. В общем, нормальный такой сюжет. Сейчас Вулах один из самых известных художников в Абоме 60-ников. Он работал с Айги. Они дружили с Яковлем, со Зверевым. Его произведения есть и в Третьяковской галерее, и в Русском музее. В общем, все. Вулах в музеях. Работы исключительные. Сцены пока еще приемлемые, допустимые для начинающих коллекционеров. Так что присматривайтесь. Эта работа очень необычная. Это диптих на крепком кинетическом движке. Григорьев художник-кинетист, член группы движения. В 1967 году он был молодым сотрудником научно-сельского института, какой-то экспериментальной архитектуры, архитектурного проектирования. И присоединился к группе Льва Нузберга, где были Нузберг, Калийчук, Франциско-Инфанте. Ну все, имена. Как мы сейчас знаем. Имена на слуху. И они начали заниматься генетическим искусством. Объявили себя наследниками Татлина и Колдера. Начали делать всякие модули, крутящиеся фигуры, структуры. Начали делать абстракции, свернутые в пространстве, но все время которых заложено какое-то движение. Либо спираль какая-то закрученная, либо динамика какая-то заложенная. И, конечно, в 60-е годы, в конце 60-х, начали 70-х, они навели шороха в таком советском искусстве, в советском болоте советского искусства. Потому что, когда они строили выставки, академики и лауреаты сталинских премий отравили на них просто полицию. Прислали полицию. В Манеже, когда была выставка, прислали полицию. Полиция штурмовала, Нусбрих заблокировал, не пускал их, имела смелость. Кстати, Фурцева, влиятельная Фурцева, та самая министра культуры, знаменитая тех времен, растаскивал академиков и кинетистов, чтобы этот конфликт как-то погасить на административном уровне. Ну что, прошло 40-50-60 лет. 60 лет, да? Кинетисты в музеях. Главные выставки, главные музеи страны проводят выставки кинетических выставок, и Третьяковская галерея, и в музее современного музея, мультимедиа-арт-музей. Много кто. Отличные работы. Это 80-е годы, 60-е годы, 80-е. Ну это логический диптих, взгляд и маска. Александр Ефимович Григорьев. В любую коллекцию. Классная гиптих для такого старта, кинетического старта. Николай Вечтомов. Участник Леонидовской группы, 60-ник, соратник Оскара Рабина, соратник Владимира Немухина. Стиль, ну, Вечтомову невозможно не узнать. Безусловно, стиль абсолютно узнаваемый. Его по-разному называют. Лирический космизм, биоморфный лиризм, какая-то биоморфная абстракция. Ну, всегда он не связан с космосом, с какими-то инопланетными мирами, с какими-то биоморфными структурами фантазийными. Да, но по большому счету природа этих вещей совершенно не космическая изначально. Изначально это такое эхо войны. То есть это впечатление, которое у Вечтомова были, вот эти его сполохи, яркие пятна, какие-то структуры. Это все впечатление от взрывов на войне. Одно из самых ярких, которое он вспоминал в своих интервью, это когда истребитель разбился на заснеженном поле и дал такую яркую вспышку огня. Эта вспышка, значит, у него памяти в голове запечатлелась. И после этого появились такие вот уже в мирное время, соответственно, в 60-е, 70-е годы, 80-е. Видео, кстати, узнаваемые биоморфные абстракции, космические фигуры. Очень красивая декоративная вещь, она подписана с обратной стороны. Можно показать тогда? Наберемся. Смелости. Подписана с обратной стороны. Скажу секрет, что у этой работы есть сестра. По большому счету не образуют диптих, но продаем пока вот эту первую, одну. В голове при покупке можно задержать, что есть у нее парные. Николай Вичтомов. Один из главных художников 60-ников. Прошу любить и жаловать. Отличный выбор для коллекции. Отличная, очень узнаваемая вещь. То есть вот, зайдешь, бывает работа Вичтомов, в которых, ну, усомнишься. Вичтомов, не Вичтомов, так дрогнет за секунду. Тут ничего не дрогнет, сразу понятно Вичтомов. Старная работа. Гуашь. Хорошо оформленная. Прям вот готовая вещь для коллекции. Покупайте. На этом мы завершаем обзор лотов текущего аукциона 71. Но, обратите внимание, что мы рассказали про несколько лотов, но в аукционе у нас 21 лот, поэтому смотрите на ссылки, смотрите на сайт, внимательно изучайте все лоты. Аукцион начнется 12 мая, завершится 18 мая в 12 часов дня, как обычно все, в 12 часов дня, во вторник, 18 мая будем закрывать, завершать, получать окончательные результаты. Всем удачи. Всем привет.